Всем огромный привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным рецептом кекса. Это столичный кекс по ГОСТу. Раньше такие кексы продавались в магазинах как поштучно, так и на вес. Кекс имеет приятную нежную структуру, сладкий вкус, аппетитный аромат. Давайте готовить! Но прежде не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А всем, кто уже подписан, огромное спасибо! Все точные пропорции продуктов, как всегда, найдете в описании под видео. Для начала 170 грамм изюма заливаем горячей водой и даем постоять 10 минут. Затем берем 170 грамм мягкого сливочного масла и взбиваем миксером 7-10 минут до посветления и увеличения в объеме. В этом рецепте масло заменять на маргарин я не советую. К взбитому маслу добавляем 170 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара и щепотку соли. И взбиваем все несколько минут на высоких оборотах миксера. Теперь добавляем по очереди 3 яйца. После каждого раза все хорошо взбиваем до однородности. Когда ввели все яйца, взбиваем массу до полного растворения сахара. Очень важно, все продукты должны быть комнатной температуры. По желанию можно добавить 1,5 столовой ложки коньяка, я не добавляю. Масса обязательно должна получиться однородная и воздушная. С изюма сливаем воду, обсушиваем его бумажными полотенцами и добавляем 2 столовые ложки муки с общей нормы. Все хорошо перемешиваем. Добавляем изюм в яично-масляную массу и снова все хорошо перемешиваем. Затем берем 250 грамм просеянной муки, добавляем пол чайной ложки разрыхлителя и все хорошо перемешиваем. Соединяем муку с яично-масляной массой и снова все хорошо перемешиваем миксером до однородного состояния. Вот такой консистенции тесто должно получиться. Форму для кексов смазываем растительным маслом и слегка присыпаем мукой. Размер моей формы 26 на 12, высота 8 сантиметров. Отправляем тесто в форму, равномерно его распределяем. Вдоль кекса ножом делаем надрез, чтобы именно в этом месте пошла трещинка. И отправляем кекс в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 55-60 минут, но как всегда ориентируйтесь на свою духовку. Готовому кексу даем остыть и извлекаем его из формы. Кекс обильно посыпаем сахарной пудрой и нарезаем на порционные кусочки. Кекс очень мягкий и нежный, очень приятная структура. Такой кекс долго не черствеет, а наоборот с каждым днем приобретает лучший вкус и аромат. Но уверяю вас, такой кекс долго на вашем столе не задержится, улетает просто за считанные минуты. Друзья, обязательно попробуйте приготовить такой кекс и побаловать своих родных и близких, ведь домашняя выпечка всегда вкуснее и натуральной магазиной. Я очень надеюсь, что рецепт вам понравился и вы обязательно его приготовите. Ну а я с нетерпением жду ваши отзывы и комментарии, а свои фотоотчеты присылайте мне в инстаграм, ссылка в описании и под видео, буду очень благодарна. Желаю вам удачи на кухне, крепкого здоровья и исполнения всех самых заветных желаний. До новых вкусных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok